Здравствуйте! Это программа «Коммунальный патруль». Меня зовут Кирилл Политов. В ближайшие пять минут все самые заметные новости о недобросовестной работе в сфере ЖКХ «Края». Коротко о главных темах. Железно-бетонный аварийный. Почему один из мостов в Барнауле стоит обходить стороной? В Бит-Клин. Когда в Бийском районе Зеленый Клин появится парк? Опаснее, чем американский. Кто остановит снежный аттракцион? Опасно для жизни. Жители Барнаула просят власти отремонтировать мост, по которому каждый день проезжают тысячи машин и проходят сотни горожан. Переправа, по мнению жителей, уже давно представляет угрозу для людей. Вот такие дыры можно встретить на самом объекте. В зимнее время их очень сложно заметить под слоем снега. Сама дорожка для пешеходов сейчас представляет собой скользкую узкую тропинку. Конструкция соединяет два берега притока речки Пивоварки. Получается, что это единственная дорога для горожан. Сейчас добавилась еще одна проблема. Плохо почищенный тротуар, жалуются барнаульцы. Добавляют без экспертиз. Видно, что мост находится в аварийном состоянии. Как вам не страшно по такому мосту ходить? Страшно. Сколько лет, уже много лет ходим. Когда машины едут бездорожные вообще, с ног до головы тебя обкатят. И крадешься, смотришь, оглядываешься. То ли пойти, то ли еще час-два постоять. Так что вот так вот живем. Ну а зимой тут можно соскользнуть? Зимой соскользнуть, и особенно с детьми вообще невозможно пройти. Первым делом наш эксперт, юрист Дмитрий Лебедь советует найти ответственных за этот мост, затем обратиться с вопросом о реконструкции. В данной ситуации жителям необходимо установить, какой именно государственный орган занимается обслуживанием данной дороги и моста. И уже обратиться туда с просьбой провести реконструкцию, ну и работы по содержанию таковых. А в случае отсутствия ответов или бездействия должностных лиц, обратиться в прокуратуру для защиты своих прав. Опасный аттракцион продолжает работу. Не так давно в наших эфирах рассказывали о снежной горке в одном из оживленных дворов краевой столицы. Соорудили ее коммунальные службы. Все бы ничего, но эта горка упирается в провода, которые проходят точно над ней. Как бы чего ни вышло, возмущаются горожане. Опасение вызывает тот факт, что на этой горке любят играть местные детвора. Взрослые уверены, это небезопасно. Одна из граней массива выходит прямо под колеса авто. Вершина так и вовсе упирается в провода. Расположен холм неподалеку от Докучаевского рынка. Судя по всему, снег сюда сгребли с соседних дворов. Спустя неделю после последнего нашего визита горка по-прежнему на месте. Но вот между тем, такие склады снега коммунальщики, согласно букве закона, вывозить не обязаны. Микрорайон «Зеленый Клин» в Бийске. Такое название территория получила еще в 70-е годы. С расчетом, что вместо пустыря там появится благоустроенный парк, выходящий к берегу Бии. Однако до сих пор планы так и остаются на бумаге. Реально ли воплотить мечту жителей по программе формирования комфортной городской среды, пытались выяснить наши коллеги из Новокограда. Еще в 80-е здесь планировалось построить культурно-досуговый центр. Но планы так и остались планами. В последние годы эта площадка предназначалась под Ледовый дворец. Но в последний момент что-то не срослось, и объект будет возведен в другом месте. Пустырь опять ждет своей судьбы. Мы обращались в администрацию. Ну, разные ответы. В основном ответы такие, чтобы затянуть принятие решения. Ну, в конечном итоге это, конечно, функция нашей архитектуры. Это городской. То есть, да, здесь нужен проект ландшафтного дизайнера. То есть, рисуночек, как это должно выглядеть. Дальше, естественно, должен этот вот проект или дизайн этого района быть отдан проектной организации на выполнение проекта с соответствующим расчетом сметы затрат. Жители микрорайона предварительно подсчитали. На закладку и благоустройство парка потребуется порядка 30 миллионов. Впрочем, если по задумкам общественников парк должен выходить прямо к берегу Бии, сразу подразумевается обустройство набережной. А это уже несколько иная сумма. Подробный репортаж на эту тему смотрите вот по этой ссылке, сейчас появится. Смотреть, как говорится, обязательно. На этом у нас все. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле прежней 722-301. Это на случай, если вам удалось снять на мобильный телефон факт бездействия коммунальных служб или у вас есть история для новой серии нашей программы. До новых встреч ровно через неделю. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин